Рабочий визит главы республики в Санкт-Петербург не ограничился только участием в деловой программе «Форума». Михаил Игнатьев встретился с офицерами и курсантами Военно-морской академии имени Николая Кузнецова. Вагоны – это оригиналы. Здесь маленькая выставка по главнокомандующим военно-морским флотам, бывшим адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым, который военно-морскую академию он не заканчивал, он заканчивал только академические курсы при военно-морской академии. В музейных залах история морского флота. Большинство экспонатов – оригиналы. Это академия – старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в начале 19 века среди выпускников вуза и легендарный адмирал Советского Союза Николай Кузнецов. Здесь хранят его личные вещи. Во главе морской академии стоял и уроженец Парецкого района, кораблестроитель и математик Алексей Крылов. Именно благодаря ему был спроектирован этот учебный корпус на Ушаковской набережной в Петербурге. По его проекту, оно сделано по его рисункам. Оно сделано так, как хотел он. Это была изначально военно-морская инженерная академия, потом здесь командная существовала некоторое время отдельно, но потом здание было настолько хорошим, что две академии поселились здесь, ну и в конце концов стали одной. Поэтому житель Чувашии оказался родоначальником академического образования. Здесь создали мемориальный кабинет Алексея Крылова, где хранятся уникальные документы, книги и рукописи. Тогда к нему было так удобно, потому что здесь в разное время. Без теории корабля, без того, что сделал Алексей Николаевич для кораблестроения, конечно, не было бы ни ледокола «Ермак», ни похода в Северном Ледовитом океане и так далее. Глава региона отметил, что память об Алексее Крылове чтят и на родине академика. Мы ежегодно сейчас научно-практические конференции проводим на базе Чувашского госуниверситета. Несколько лет назад построили прекрасный памятник в честь Алексея Николаевича Крылова. Михаил Игнатьев встретился и с курсантами вуза. Среди них уроженцы республики. Ребятам уже довелось покорять моря в учебном походе из Североморска в Севастополь. В Северном море мы посвящались моряки перед морской водой. А также я участвовал на параде Победы в 9 мая. В 17 и в 19 году. А с точки зрения взаимодействия наших уроженцев уже на контрактной основе с каждым годом все больше и больше, это я ответственно говорю. У меня только один вариант оказывать содействие, взаимодействие с вами и те наши сегодня, которые обучаются здесь, уроженцы Чувашской республики, только вперед. Вы должны быть настоящими ответственными командирами и должны обеспечить безопасность Российской Федерации. База очень хорошая, отзывы тоже очень хорошие, тем более международная обстановка, с одной стороны, непростая, с другой стороны, мы пробуждать должны патриотические чувства нашей молодежи. Задача наша в органах власти стоит в том, чтобы создать благоприятную среду. В прошлом году вели мы кадетский корпус на 400 практически кадетов круглосуточным пребыванием. У выпускников кадетского корпуса большие шансы стать курсантами военно-морской академии. Будем вместе работать, мы со своей стороны, Михаила Владиславовича, здесь с ними будем работать. Тем более на Ленинградской земле у нас четыре герой отец Пьюза во время великой отец получили. Чувашскую республику и военно-морскую академию Петербурга теперь будет связывать и договор о взаимодействии. Ну а сверять время офицеры теперь будут и по памятным часам. Это подарок от главы региона. Получается, и души есть. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова